Всем привет! В эфире Геллеры и пропеллеры, наш влог из Израиля. И сегодня мы находимся в Виллу Аутлет. Это один из самых крупных аутлетов в Израиле. У нас неожиданно случилось опять лето. Оно ненадолго совсем от нас ушло. И оказалось, что нет уже какой-то летней одежды и обуви. В общем, нужен нам какой-то апгрейд нашего гардероба. Так как обычно мы чаще всего покупаем за границей, но ближайшая за границей у нас не скоро, аж через три недели. И это будет не совсем та за границей, где можно будет купить нормальную одежду и обувь. Поэтому мы сегодня решили поехать в Аутлет у нас в Израиле, посмотреть, что есть из новинок и что мы можем сегодня купить. В общем, не переключайтесь, покажем вам наши аутлетовские магазины. Может быть, что-то для себя тоже присмотрите. Пошли! Билу-центр, в котором находится скопление аутлет-магазинов и кафе, и других магазинов. Мы начинаем с супермаркета Суперсаль. Здесь также есть какие-то строительные магазины. В пятницу центр Билу работает до шабата, а вот в субботу он работает практически полный день, что очень удобно, если выходной только в шабат. Людей, как обычно, очень много. Но мы нашли место припарковаться и, в общем-то, направляемся в интересующие нас магазины. Сеть Картерс, детская одежда, распродажа минус 70%. Когда наш ребенок был маленький, я в Картерс часто заказывала в Америке, на американских сайтах. Ну вот, это такая центральная площадь магазинов. На этом они не заканчиваются, туда дальше тоже есть. Что здесь у нас есть? У нас здесь есть аутлет-адидас. На втором этаже, вот в этой башенке, находится. Различное белье. Афродита, например. На втором этаже много магазинов с одеждой. Ну, в принципе, везде магазины с одеждой. Как видите, почти везде написано аутлет. Вот у Худиса сейчас финальная распродажа, минус 50%. На вторую, на вторую одежду, на второй товар. Реплей, урбаника. Там в углу находится Эйс. На втором этаже есть магазины. Фокс, Кастро. Что еще тут я забыла сказать? Гольф, Манга, Найк, Папайя, Галли, Альза. Посыпал. Все торговые марки, все торговые сети, которые представлены в Израиле, здесь имеют свой аутлет. Но надо быть внимательным и смотреть, даже если написано скидка 50% или 70%, это может быть скидка на покупку второго товара. Я хочу сегодня попытаться найти себе макосины, потому что очень люблю этот тип обуви, и летом мне в них крайне удобно под джинсы носить. Мои итальянские, к сожалению, купленные в свое время во Флоренции, практически со мной попрощались. Поэтому сегодня мы начнем наш шопинг или зыринг, я не знаю уж как повезет, с магазина Factory Outlet 54. Это известная сеть брендов, бренды первой линии, Huga Boss, Michael Kors, много там, короче, всяких брендов. Вот, начнем мы с них, потому что есть шанс, что там можно что-то будет найти. Находится он на втором этаже, и сейчас мы туда отправимся и посмотрим, какие цены, какие скидки и какой ассортимент сегодня там представлен. Ну вот мы внутри, справа идут ряды мужской обуви, слева идут женской, я ныряю в свое, Юра, ты, посмотри, может, что интересного будет тебе или Кирюше к лету, ведь мне обуви. Смотрите, какие уги, 279 шекелей. Раньше такого бы, по-моему, только Кроксы делали, а теперь, видите, и такие бренды дошли. Так, ну что, где макосины? Такие забавные. Ой! Тоже 279 шекелей. Вот уже повесили они летнюю обувь, босоножки появились. Какие-то они такие все массивные, для молодежи нормально. У меня такие, например, платформы манная каша. Те, кто помнит. Я тоже еще не родилась в то время, но называли, да, манной кашей. Такие вот платформы, когда были стиляги. Вот есть еще сапоги. Ну, сезон сапог в этом году, по-моему, вообще полностью провалился. У меня не было ни разу желания надеть что-то теплее кроссовок. Вот уже не первый раз смотрю на эти кеды, как они мне нравятся, но нету моего размера. Вроде как бы все время продаются, но, видимо, не обновляют размерный ряд. А я хочу именно вот или зеленые, или желтые. 290 шейкель, фирма Дизель. Очень такие прикольнючие. Ну, и пока Марьяна ищет себе женскую обувь, выбирает макосины. Посмотрим, что происходит в мужском. В мужском нам обещают спешил прайс на обувь лакоста. И как бы зит на прайс спешил. Вот такие зелененькие, красивые, стоят 225 шекелей. Да, вот есть белые за 180 шекелей, зелененькие за 190. То есть, это все дешевле 50 евро. Вот 170, наверное, у нас чуть меньше 50 евро. 199 это чуть больше. Евро был 3,8-3,84. Ну, очень интересные цены, действительно. Какое все зеленое. Какое все красивое. Вот такие зелененькие. 250 шекелей. Ну, и рядом 299. Вменяемые цены. Какие кроссовочки кожаные боссы. Жалко, только 44 размер. У меня 43, 749 шекелей. Последний кремовый. Шикарно выглядит. Продолжение следует. Я хотела померить такие балетки пола, хотя, конечно, не макосины, но очень мягенькие они Я балетки вообще не ношу, не знаю, как я себя буду чувствовать балетка Сейчас попробую второй опыт Так вроде мягкие сидят хорошо Я померю еще одни Эти пакеты тоже с мягким заднем Эти стоят Эти 445 стоят Сейчас померю В общем, у меня, друзья, растерялась, я не знаю, что мне взять То ли кеды, то ли балетки Юра, ты что скажешь? Ну, мне больше нравятся вот эти вот розовые Да, они мне больше нравятся Синий, у синих цветов А возьми оба И одни, и вторые Зачем? Мне не надо столько оба Просто я хотела жмакосины, чтобы так просто в новую сумму и пошел Это кеды А это балетки В общем, буду думать еще Короче, я не знаю, что мне взять Эти, эти, эти или эти Эти чуть-чуть дороже Но более летние Эти универсальные Мне ноге удобно и всех их других А вы бы что взяли? Какие за тебя? Когда вашему ребенку 16 лет А размер у него ноги чуть больше, чем у папы Такой же, как у папы Спокойно, спокойно Чуть-чуть У него на полразмера больше, чем твоя Но не суть То есть выбор обуви для него Он в школе сейчас И раз мы уже здесь, то решили на него тоже посмотреть То есть это происходит вот так Папа меряет Папа должно там немножечко быть свободно в носочке Немножечко Мальчик же растет А ты уже нет Я тоже расту Не надо Не скажу куда Модели выбранные Фотографируются, отсылаются ему на телефон Он дает добро, да или нет Что ему нравится, что не нравится А папа как подопытная мышка Мышка Меряет на себе все Такие адидасы Ну что, как они? Удобные на ноге? Они удобные, но они порванные Надо посмотреть, если еще такой размер Это Армани, это не адидасы А, это Армани точно Но они порванные Надо посмотреть Сейчас поищем, если он одобрит А вообще как? Размер нормальный? Размер, да Окей Я жду от Кирюши ответ Какие ему из этих выбранных понравились Меряем дальше Ну, в общем, уже минут сорок, наверное Мы ребенку подбираем обувь Вот это не все пары, которые нашли Вот на это он сказал Сейчас прислал ответ Вау Топ Потом папа бедный Сорок восьмую пару уже Меряет Шли седьмые сутки увлекательного морского путешествия Меряй папа Бедный продавец За нами собирает 15 пар обуви Тут тоже надо быть внимательным Очень часто Прикреплен ценник с одним размером А внутри оказывается, что размер совсем другой Потом приходится Перемеривать кучу обуви, чтобы найти тот размер, который нужен Ну что, зай, как тебе эти? Ну, это получит Побольше Это нормальный размер Это девять с половиной, да? Да Ну, сорок четвертый Вот так, детка Неожиданно быстро До сорок четвертого размера домахала Ну, папа пока чуть-чуть выше Но нога не сбыл у ребенка больше Ну Не балуйся Не балуйся Это называется Ребята онлайн покупки Только мы в оффлайне А ребенок в онлайне Я себе выбрала обувь за 10 минут Что у нас-то Пума и Феррари коллаборация, да? Да Ну, Пума Мягкие Ну, супер Все Мягкие, прорезиненные, защищенные Кирюха дал добро, сказал топчик Поэтому берем Сколько они у нас стоят? Да Да Ну, сейчас придется 300 шекелей 300 шекелей 100 лидов 500 После скидки И в аутлете Да Есть в этом прелесть аутлет О! Выбор, конечно, здесь огромный Поэтому надо идти четко понимая, что ты хочешь Кроме обуви здесь есть еще сумки, одежда Но коллекция очень странная Такой вообще аутлет, аутлет Такая вся в зацепках уже кофта И мужское Супер, а мне нравится очень, слушай Ну так, Маси, чего? Лето Лето Ой, лето, ужасно, ужасно Не хочу лето, не хочу Ну, смотри, ну, приложи, приложи Смотрите красиво очень Супер Надо брать Как обычно Пришли за обувью По дороге еще что-то взять Юра Заслужил сегодня тоже что-то себе Столько намерил кроссовок Надо тоже что-то порадовать чем-то человека Ну что, сейчас мы тут пробродили Померили еще джинсы Что-то ничего не нашли Чтобы нравилось В общем, так как на вторую футболку была скидка Взяли еще и Юре футболку И будет у нас Family Look Нет, футболки разные, конечно Но Tommy Hilfiger и та и вторая Сейчас посмотрим, какая получится цена итоговая Потому что она на кассе Бывают сюрпризы Ну, в меньшую сторону Посмотрим Ну что, вот уже и шаббат Через час настает Магазины закрываются Парковка опустела И мы тоже Собираемся Отсюда уезжать Кое-что купили Не все что хотели Но я довольна сегодняшним нашим шопингом А ты доволен шопингом? Да